Доброе утро. Мои все домашние спят, поэтому я говорю так тихо. Сегодня 8 апреля и у нас в церкви проходит альфа-курс. И я так соскучилась по влогам, что захотелось снять влог с этого дня. И первая новость, которую вы должны знать, это мне поставили брекет. С ними немножечко неудобно, но я все равно очень-очень рада. И чуть позже выйдет, может быть, даже раньше выйдет видео, где я буду рассказывать вообще, как все это произошло и какое чудо Бог явил в этой ситуации. Сейчас у меня кипячение, я пойду выключу. Я вернулась. Еще хочу сказать, наушники оригинальные, айфоновские, это лучший подарок за последнее время, потому что учитывая, что у меня очень плохой звук, обычно, во влогах, наушники эту ситуацию исправляют. И меня становится лучше слышно не только во влогах, но и в моих сторисках, когда я в них. Но еще когда я об куртку вот так вот не делаю. Извините, пожалуйста. Когда я буду кушать, еще кое-что хочу вам рассказать. Как вообще будет проходить мой сегодняшний день. Сейчас я пойду на работу. С 10 до 11 я буду на работу, потом иду на айфокурс. И там буду уже работать по звонку, если мне позвонятся, попросят прийти. Потом открыть, продать какую-то вещь, я пойду. Если не попросят, буду целый день на этом курсе. Но еще у меня есть вторая работа в продуктовом магазине. Снимать мне нужно. Вот, поэтому параллельно буду тоже туда ходить. Еще мне очень больно будет язык и сека, потому что я постоянно кусаю. И сегодня первый раз я на брекет надену воск. Нанесу воск, чтобы не было так больно. Из последних новостей я постригусь. Знаете, мне так нравится эта длина. Мне нравятся длинные волосы. Но так же я сейчас с собой кайфую. Не знаю, правильно, неправильно. Но в общем, мне очень нравится. И я, знаете, такая... Не знаю, в общем, какая-то другая стала. Я уже на работе. Сейчас буду краситься. После этого примерно через минут сорок... Да, примерно через минут сорок я уже пойду в царковь на альфа-курс. И там буду до шести. Зашла сейчас женщина покупать повязку. Знаете, что она сказала? Она проходила на царковке в рождественский квест. И когда был концерт, я его вела. Ей очень понравилось. И вообще, это так классно. Представляете? Ты встречаешь человека, которого ты не знаешь. Но вы где-то вместе пересекались. И ему тоже понравилось то, что ты делаешь. Класс. Вот, я затрагивала тему комплиментов у меня в инстаграме. Поэтому делайте комплименты. Когда вы видите, что кто-то что-то хорошо делает, делайте комплименты. Потому что это важно. Но не переборщивайте. Бегу в царковь. Немного опаздываю. Просто кушать хочу. Любовь твоя велика. Любовь твоя велика. Я в небо. Любовь твоя как всегда. Любовь твоя привела меня к тебе. И будучи востоком от Христа рассказывать своим друзьям. Приглашаю их пойти на следующий курс. Представьте, как быстро деревни, города и целые народы были бы евангелизированы. И, конечно же, я хочу сразу же вам такую вещь сказать, что Альфа-курс – это не какая-то компания. Типа, вот это самое крутое сегодня. Лучше этого нет. Это не церковь так называется. Альфа-церковь. Это такая не межцерковная организация, которая поставлена главенствовать. Это просто инструмент для достижения людей, для обновления сортвей. Мы находимся на Альфа-курсе. Ксения поет сегодня. Я сзади поддерживаю. А еще это очень-очень интересно. Не только для неверующих, но и для верующих людей. Потому что я очень много узнала. Хотя я с детства хожу в церковь. Вот. Что-то не будет церковь. В тех. Самая важная мысль, которую вы сегодня поняли. Альфа-курс надо делать. Сто процентов. Я верю, что в нашей церкви это будет неделя. И вы там будете основными. Здесь бесспорно. У нас сейчас пауза на 10 минут. Вот. И потом перейдут к организационным вопросам. А, начинала? Угу. Да, я координатор Альфа-курса. Вы спрашиваете, почему она быстро расстала-то. Вот. Сегодня мы расскажем о том... А там на низу все слышно. Мы расскажем о том, как через желудок выносить Иисуса Христа. По крайней мере мы знаем, что... Не показывай, сколько людей здесь. То есть, да, по практике мы знаем, что через желудок люди быстрее приходят к нас, снимаем, неудобно. Клина выставляет историю. Но, правда, дайте лайк, поставите. Слушайте Альфа-курс. О, получается, через YouTube люди быстрее проходят. Ну, интересно. Подожди, а про Новый Гвинея не будешь рассказывать? У нас сейчас Альфа-вечер. За столом. Все. Я лучше могу укушать нормально. Мне так и раз смахтывать что-то. Да, все нормально. Уже начало. Спасибо. 33. Пойдем душевную песню искать. Дуба и Сергей. И они сейчас определяют себя двух помощников, чтобы было так понятнее. Да, все остальные сыграют. Интересно, что они как гости. Хорошо? Такое хорошо. Давай, Сергей, определите себя двух помощников. Ну, знаю. Игра очень элементарная, поэтому ее очень любят молодежь в школе, так что погнали. И раз. Сели. Два. Кто не успел садиться? И три, четыре, пять, шесть, семь. О, слава. Так, итак, у нас финал. Давайте поприветствуем нашего финалиста. Как зовут? Синие. Синие? Ты вдвоем, друзья, вдвоем. Да, ты вдвоем, да. Вы вдвоем выиграли. У нас нету проиграции, поэтому, друзья, внесите призы. Вот эти ключи. Вот это тоже атмосферу создаёт. Потом у нас есть, конечно же, ломка льда. И сейчас вам покажут, как играется первая игра на знакомство за столом. И вот первое занятие. Надо произвести какую-то ломку льда. Во-первых, узнать, как всех зовут. Мы используем первые три-четыре занятия бейджи. У нас просто есть бейджи в церкви. Мы вписываем имя, да. И, как правило, первые три-четыре занятия. Ну, носится бейдж. Потом он не нужен. Ну, все уже знают друг друга, как зовут. Вот. Например, чтобы написать имя на бейджи, мы проводим игру такую первую. Игра на имена. На первую букву моего имени «С» мне надо какое-то прилагательное добавить. Например, Сергей Смелый. Информация. Например, у Бигачу на 100 тысяч больше подписчиков, чем у Джейсина. Я думаю, это не очень хороший пример. Люди на очень пользуются это. Не может быть. Я думаю, люди используют это. У меня есть инстады, она у тебя. У Дэны есть, у меня есть. Окей. Окей. Это я просто. Да, да. Чистые клятвы. И никаким другим именем люди не пронятся. Оу, Бенедикт Камбербеч. Это свист. Это свист. А, вот, да. Это горячо. Качок. Давайте задумаемся на него. Жизнь Иисуса разделила историю пополам. Наш календарь отражает его жизнь. История человечества разделена на две эпохи. В латинском языке используется обозначение B, C, до рождения Христова, и A, T, анатомини, означает год Господень. Его влияние трудно переоценить. Большинство песен спето о нем. Большинство... Человек-то понял по-другому, но... Вот. Если мы с полуслова можем обидеться, будущие верующие, то люди, которые приходят, они могут обидеться от твоего острого взгляда просто. Ты еще сказать ничего не успею. Я поставила брекеты. Вот я немножко стесняла своих зубов. Именно когда улыбалась. Ну, я не прям так сильно стеснялась. Я очень не могла улыбаться, там, что-нибудь прикалываться. И когда я снимала, я бывало, ну, как-то себя одни сильно показывала. А сейчас, я не знаю, вот, серьезно, Ксю, вот мы сидели, и я понимаю, что где-то я даже смешно выгляжу, но я понимаю, что я люблю себя такой смешной, какой-то такой. Нужно развести. Ну, можешь так попробовать. Ты, главное, не пей. Вот. И я вообще могу себе показать смешной какой-нибудь такой. Ну, в общем, реально появилась такая любовь к себе. Любовь к своим даже недостаткам. Все, все, ты можешь пойти, а ты положил. Одну секунду. Мой друг Дантис сказал такую вещь, что если вы ополаскиваете, ну, у вас есть ополаскиватель для полости рта, вам обязательно, когда пополоскали этой жидкостью, либо разводите с водой, либо берете в колпачок, наливаете, полощите полость рта, выплевываете, и обязательно промываете просто чистой водой. То есть нельзя, чтобы эта жидкость попала внутрь вашего организма. Да, это совет от моего друга-дентиста. Вот у любви к себе, наверное, очень важно принимать то, какое ты есть, и не всегда это просто, потому что на данный момент мир задает какие-то свои стандарты, и многие люди равняются на каких-то известных людей, и они думают, что нам нужно стремиться к этим стандартам красоты, на самом деле. Да, к какому-то идеалу. На самом деле идеальных людей нет, идеальной красоты нет, у всех какие-то есть свои нюансы, сияны, вот, и мы должны это принимать, вот, в себе. Если даже нам что-то, вот, к примеру, хорошо, мы должны, во-первых, научиться любить там свое тело, свой организм, но если вы видите, что у вас есть лишний вес в организме, у вас есть все шансы прокачать свое тело, то есть это тоже очень важно, это не просто я люблю себя такой, какой я есть, и там, знаете, 150 килограмм, лишние складки, и, ну, на самом деле, нужно трезво оценивать всю ситуацию. Да, я тоже об этом увидела сегодня, то, что есть некоторые вещи, которые ты не можешь изменить, и это нужно принять и полюбить, а есть вещи, которые ты можешь изменить, допустим, если не нравится твоя фигура, займись спортом, если не нравится, ну, допустим, не нравятся зубы, ну, если у тебя нет возможности... Не тебе еще не закрыл динамик? Нет, 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 нет возможности прямо сейчас купить, ты можешь подкопить. Мне вообще произошло такое чудо, которое я вам уже рассказывала в видео, как он мне получился зубами, вот, поэтому, если ты можешь это изменить, изменяй, меняй себе, а если ты не можешь, научись, научись любить себя, такую, какую есть. Ну, еще очень, тоже очень важно, скажу так, чтобы у вас была хорошая осанка и вы держали ровную спину, вам нужно качать мышцы спины, потому что во многом, во многих случаях наша спина, ну, вообще искривление позвоночника появляется из-за того, что у нас очень слабые мышцы на спине, поэтому мой совет, ребята, качайте мышцы на спине. еще важно, нужно иметь мудрость, вот, как я говорила про комплименты, нужно понимать, вернее, кто-то сделал комплимент, окей, достаточно, не нужно заваливать себя, также, мне кажется, и с изменением себе, допустим, ты что-то подправил, подкачал, но не нужно уже, потому что потесно села в крышу, ты прям все в себе переделаешь. Даже точно. Это нам не так, чтобы мы быстрее вздохнули. Я буду плавать. Все нормально, но все хорошо. Глук говорит, у меня все окей, ребята, если, ну, один грешник покается, это круто, ну. О, знаешь, такой период есть, первый и последний раз. Я все доведу, но это был первый и последний раз. Вот такие моменты бывают, да, вот все, в конце. Погодите, если вы когда-то однажды скажете, слушай, я тут знаю, ты будешь приходить и думаешь, что я тут все знаю, все, заканчивай, ну, успокойся, все, иди сюда еще. Потому что, ну, клуб должен каждый раз быть как, ну, если будут пробуждения, я не буду понимать, что надо делать прославление сразу, да, но главное договориться со всеми. Значит, вам нужно ваше задание, вот ваша команда, название команды, ваш проект на год. Что вы хотите делать? что вы хотите делать? Внимание, что вот, если мы сенаты, мы сенаты, мы сенаты, мы сенаты. Молодежь, развитие и здоровый образ жизни. Хорошо, как мы свяжем три третьих важных компонента? Ну, какой проект сможем создать? Что интересно? Что интересно на молодежи, в чем она хочет развиваться? Пацаны заинтересованы в этом. Девчонки больше как-то... Волонтерство, Которые имеют, ну, финансы, и у нас есть фонд, который собрал около 10 миллионов долларов, мы хотим один из ваших проектов посеять, да, ну, мы посеять, так не говорят. Название нашего проекта звучит так «Лучш надежда». Мы посидели, так поразмышляли и подумали о том, что любое наше движение в обществе и где-то в компании и в принципе в жизни начинается из семей. Наша команда называется «Мы неиспочное поколение». Становимся более счастливой. И мы хотим создать такую команду, такую организацию, которая будет вот эту молодежь, которая не знает, куда себя деть, не знает, чем заняться, объединять. Мы дадим молодежи надежду на хорошее будущее. А махать, когда? А сначала подождите, давайте 3 секунды постоим, чтобы мы можем дать вас. А теперь машем. Ваши впечатления после Альфа-курса? Хорошее впечатление. Впечатление то, что надо работать дальше продолжать. Почему у меня сейчас улыбка такая смешная? Ксю, у вас все не больше Альфа-курса? Мы его обязательно должны просить в своей церкви и не один. Хорошо, я вас потревожу. Как от пастыра церкви слово для молодежи? Для молодежи? Я точно знаю, что молодежь, она была приготовлена для этого времени. И молодежь, которая сейчас есть, она имеет откровение от Бога. Поэтому молодежь, у меня слово для вас. Возьми откровение от Бога и будь приготовлен для этого времени. Делай то, что приготовлено от Бога в это время. Аминь. Спасибо большое. У меня такое чувство, что сеньки под глазами. На самом деле, просто я очень-очень-очень устала. Хочу спать. Ну, в общем, мой день не заканчивается, но на этом я хочу завершить влог, потому что, если честно, у меня больше нет сил снимать. А что я хочу сказать, мне очень понравился Альфа-курс. В принципе, вы все видели, что там происходило. Я верю, надеюсь, что плоды сегодняшнего дня вы сможете наблюдать в моих будущих влогах. Лично от себя хочу сказать, что это классное время, благословенное время, когда ты можешь получать знания. И вообще, я вам не все снимала, но, поверьте, это было классно. Еще хочу сказать, что сегодняшний день был очень сложный лично для меня, потому что мне болели зубы. И, знаете, такая боль, она не прям такая сильная, но такая ноющая. плюс мне еще нужно было скидывать параллельно истории на вторую работу. В общем, это так просто морально немножко сложно сконцентрироваться на альфа-курсе, параллельно скидывать истории разные и болят и болят зубы, и это все так все в одно скапливается, отчего очень сложно, поэтому я сейчас до восьми, наверное. Короче, я скину все, что связано с моей второй работой и лягу немножечко, паспорт в церкви, здесь на матрасе. Смотрите, пфум-пум-пум-пум. Ой, грязная. Ну, не грязная, потому что я до них хожу. Вот, здесь такой балкончик. Хочу поспать немножко отдохнуть. В общем, спасибо, что досмотрели это блог до конца. Еще раз покажу свои проекты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok